Новая земля 2 Действие происходит в будущем на земле и новой земле 3 Действующие лица Кристофер, 12 лет в начале пьесы Маргарет, его мать, привидение Нора, 8 лет в начале пьесы Дерек, ее отец Марс, одна у Сибири, Кристофера Сцена 1 2050 год Земля Лужайка перед домом, где живут 12-летний Крис и его мать Маргарет Возьмем вечер Маргарет и Крис возвращаются из магазина Неожиданно из тени появляется человек в маске Хватает Маргарет за хрящо и наносит ей удар ножом в шею На крики матери выбегает Крис Видит, как Маргарет падает мертвая на землю А над ней стоит убийца Мама Человек в маске хочет схватить Криса Слышностью тянет руку к сыну Крис искосо смотрит на нору Потом двигается к ней поближе Привет Почему ты плачешь? Сегодня убили мою маму Мою тоже? Сегодня? У меня на глазах Я видел этого маньяка Твою маму убил маньяка? Мою тоже Мне так сказал полицейский, который задавал вопрос Так вот почему за ним гналась полиция Он совершил два убийства подряд Я найду его Я найду его и заставлю поплатиться за задеянное Не надо Он сам вас найдет Я Нора Крис Я жду папу Он скоро приедет с водителем Хочешь, мы тебя подведем? Нет Нет Кроме мамы у меня никогда не было А в наш дом я, наверное, уже никогда не смогу вернуться Там совершенно поминало бы не о маме и о том, как ее угли Внезапно откуда-то сзади, из-за лавочки появляется человек в маске Хватает Мору, зажимая ей рот Разматывает ножом Из-за тебя моя жизнь пошла прахом Из-за тебя теперь мучиться будешь ты, а не я Человек в маске подхватывает Мору Мора кричит Она частично освободила рот Упросил убийцу за руку Маньяк разворачивается спиной к Крису с намерением убежать Утащив с собой Мору Крис впинает его ногой под колено Маньяк от неожиданности падает прямо на Мору И тогда Крис вырубает его ударом в ухо На сцену уходит Дерек Дерек бросается к ним Нора, а ты кто такой? Это кто показывает на Маньяка? Что тут происходит? Папочка, папа, это тот мужчина, который убил маму И ему Криса маму Дерек смотрит на Мору, потом на Криса И бросается к Маньяку с явным намерением избить Но тут он понимает, что на него смотрят двое маленьких детей Маньяк более опускает руки Маньяк воспользуется случаем Он вскочил и метнулся в сторону от Дерека Одновременно достав из кармана какое-то странное устройство Напоминающее пульс на телевизоре Дерек бросился за ним, но не успел догнать Так как Маньяк исчез Он исчез! Растворился прямо в воздухе! Как такое возможно? Ты, Крис, ты спас мою дочь Этот Маньяк был довольно неукрюжим Да, папочка, Крис совсем один Пусть он будет жить с нами Хочешь, я возьму тебя к себе? Будет жить с нами и учиться Все же лучше, чем в приюте Спасибо Пэна 3, пять лет спустя Аэропорт Крис чемоданом его провожает в море Пять лет? Это слишком долго! Я же буду без тебя совсем одна! Какой отец? Папа меня любит, но ты же сам понимаешь Он всегда занят на работе А женщины, которые к нему приходят Всегда говорят гадости про меня и маму Учеба за границей, высшее образование, новое открытие Я смогу сделать прорыв в науке Но я обещаю, я вернусь к тебе И мы будем жить долго и счастливы Ну хорошо Я вижу, что это для тебя важно И я буду ждать Крис разворачивается и уходит Но рассмотрит ему свет Жанна 4 Студенческое общежитие Комната Криса и Макса Крис разбирает вещи из чемодана Макс уже все сделал и наблюдает за ним Ты хоть понимаешь Мы первокурсники Мы настоящие студенты Вступаем во взрослую жизнь Ой, столько вещей у меня, оказывается Да, я позволь тебе, помогу немного Макс достает какие-то вещи Криса Одну, другой, ему попадается фотография Норы Какая красивая, а кто это? Это Нора Это девушка твоя? Нет, нет Я... Я об этом не думал раньше А давайте лучше расскажешь мне о той теории Которую не успел разработать из-за появления рефтора Крис убирает фото в ящик Он забывает закрыть Ходит по комнате куда-сюда Энергично расскажет Я сделал это на основе составленных Эйнштейном уравнений гравитационного поля Описывающего вращающуюся Вселенную Филографический эксперимент, проект Монток Все они были так близкие кристине Но им не хватало совсем чуть-чуть До достижения полноценного результата Я пока могу использовать это только на маленьких предметах Или совсем маленьких животных, но... Но... Это работает Да... Похоже, что я... Я изобрел машину Слушай, нет, ну ты, конечно, талантливый ученый Ты мой лучший друг, и я тебе... Я в тебя очень верю, я верю всему, что ты говоришь С тех пор, как мы познакомились на курсах Ну, не настолько, чтобы... Ну, ну... Все-таки машина времени, это невероятно Так не бывает Простите Пойдем, я тебе все покажу, ты увидишь своими глазами Машина Макс следует за Крисом, но вскоре круто разворачивается Подбегает к столу, вынимает с ящикой фотографии Нора Прячет в карман и бежит догонять товарища Утена пять Еще пять лет спустя, вокзал Кристофер и Нора ждут экспресс-космоход Нора взволнована, Кристофер всегда сдержан Ну, ты ведь обещала, ты ведь только приехал А как же твое обещание? Мы не виделись пять лет, и я ждала тебя все это время Осталось потерпеть еще совсем чуть-чуть Экспедиция длится два года А этот, как его, этот, Макс, твой друг Он же может полететь на Луну вместо тебя Ну, при чем тут Макс? Я должен добиться признания, и эту ступень пропустить не могу Ой, простите, я опоздал Макс кидается к Норе, отталкивая Криса Хватаясь ее за руку, нависает над ней с улыбки от уха до уха Так ты и есть, Нора, Кристофер, я тебе рассказывал, ты даже красивее, чем на фото Нора возмущенно выдергивает руку Крис мягко, но всем наподобленным раздражением Отталкивает Макса от Нора Мы с опасными космопорами Сцена шесть Космопор Два указателя Направо Луна Солнечная система Налево колонизация Новой планеты Входит Крис, Нора и Макс Нора хмурая, Макс веселая Крис, как всегда, не возмутим Идет объявление посадок Экспедиция По изучению лунного климата Полет в оба конца Участников экспедиции Просит взять вещи с проверки Я быстро Приступаю Колонизация новой планеты Полет в один конец Посадка закончится через полтора часа Всех участников полета Просит пройти к космолету Нора, я тебе хотел сказать Что ты мне нравишься уже давно А я люблю Криса Так ты же будешь со мной? Нет Как хочешь? Макс целует голову Нора столкненеет от неожиданности Отталкивает Макса И улетает в него по щечке Ты будешь со мной? Макс разворачивается И идет прочь Нора бежит в ту сторону Куда ушел Крис Космофорт Зона досмотра Крис в муре За тупым видом Рассматривает билет Рядом чемодан Маргарет стоит в стороне И наблюдает Вбегает Нора Вот ты где Я видел, как Макс тебя поцеловал Да это не важно Между нами ничего нет А я, Макс? Ты что, мне не веришь? Крис ничего не сказав Подплопывает Нор по плечу и уходит Маргарет печально вздыхает Верь, она же любит тебя Нора осматривается Одна по сторонам Стоит, как В состоянии апатии Пока Крис не исчезает из виду Потом, будто Очерувшись Сдрагивает И бежит вслед за ним Цена восемь Космопорт Посадка Завершается посадка на корабль Курс на Луну Завершается посадка на корабль Новая Земля Объявление о закрытии посадки На оба конца Крис направляется в сторону Своего корабля Неожиданно появляется Человек в маске Тот самый маньяк Который когда-то убил Маргарет Он подходит Крису Сзади И достает электрошокер Маргарет, которая шла за Крисом Отвлекает его Сзади! Крис оборачивается И успевает выхватить Перочинный нож Крис ранит Макса в шею Но тот успевает Вырубить его шокера Крис без сознания Маргарет в ужасе бьется Вокруг маньяка Тот тащащего Криса Мальчик мой Только не умирает Маньяк тащит Его бесчувственное тело Кораблю Который улетает На колонизацию Маршрут в один конец Когда они уже скрылись Из виду Игорь Рассматривается по сторонам Закончена посадка На рейс Новая Земля Нет! Не успела Ну неужели я никогда Больше его не увижу? Мора падает на колени И закрыв лицо руками Рыдает Сцена 9 Спустя год Похороны отца Моры В плане Макс провожает Мору в машину Мой отец был Очень хорошим человеком Мне кажется Мы должны выполнить Что он подпредел будет Я не выйду за тебя Даже если это Его воля Даже если это Поможет развитию Нашего бизнеса Но я люблю тебя А я люблю только Криса Я всегда любил тебя Ты вообще уверена Что твои чувства взаимно? Когда я спрашивал Криса Есть ли между вами что-то Он сказал нет Тогда я разыщу его И спрошу об этом лично Но это невозможно Где ты будешь его искать? На Луне? Да на Луне Да чего ты взяла Что он там? В смысле В смысле Из чего ты взяла Что он жив вообще? Может он погиб Или уже степенился Где-то там На другой планете А ты прилетишь И останешься Там джек На месте Я найду его Чего бы мне это не стоило Цена 10 20 лет спустя Утро Космопод Новой планеты Первый полет на Землю Маршрут будет пролегать Через новую Землю 2 И новую Землю 3 Не упустите шанс Вернуться на Родину Или взглянуть на Родину Своих родителей Крис стоит в ожидании посадки Постаревший Со свидания Тяжелых испытаний На лице До сих пор не могу поверить Что теперь есть возможность Свободно путешествовать По всему космосу Мой лучший друг Прилетит ко мне На сцену выходит Макс Тоже постаревший Крис разворачивается И не спешат навстречу друг к другу Крис почти помнил его И тут замер Он взглянул в глаза Максу И остановил меня Шрам Тебя на шее Макс ворально умыряется Отходит на шаг назад Правильный ход мыслей А все благодаря тебе Машина времени Да ты добрался до моего проекта Да, в результате Печневский конец труда Машина времени Попал на сцену работать Ну ты Как ты Поздно о чем говорить Я уже вернулся из прошлого Я уже убил и Маргарет И мать Зачем Ты мог просто убить меня Если бы я убил тебя То не познакомился бы с Норой Это была бы месть Нора не досталась мне Она любит только тебя Радиозный научный проект тоже твой Моя жизнь нашла бы плахом После того, как Нора меня отвез Какой уминой ты Теперь твоя очередь страдает Макс достает оружие Лазерное Но тут появляется Маргарет Мантий Искрывающий лицо Мои последние дни Пребывания в этом мире Наконец-то Я имею силу Ближаться Она мягко Прикасается ладонью К затылку Макса Который в результате Обмят Оружие выпало Из его основных рук Теперь Ты ничего не вспомнишь Доживай свою жизнь Упокоя и смея в душе Несчастны Макс вырывается Маргарет Также мягко берет Криса за руку И говорит Пойдем А то опоздаем на посадку Ваш голос Ваш голос Это же голос моей мамы Я его никогда не забуду Неужели Давай пройдем на корабль И ты мне там все расскажешь Зена 11 Космический корабль Гаилда Маргарет По-прежнему Углубленная Мантию и Грис Следующая остановка Новая Земля Три Вы сойдете на эту планету Да, мне пора И все же История, которую ты мне рассказал Кажется очень знакома Не совсем понимаю О чем Слышала я историю Одной женщины Ее возлюбленной Был в подло Отправленный В путешествие В один конец Она положила жизнь На поиске Дого молодого человека На ее корабль Совершил аварийную посадку На другую планету Которая Последствии Стала Новая Земля Крис Выйди в коридор Сцена 12 Коридор Из каюты выбегает Крис Осматриваются Никого нет Через секунду Выбегает Мора Крис стоит Слышь и спиной Оба сцены Крис Медленно разворачивается Мора И я тебя искала Оба тянутся Навстречу Друг другу Отпятия Восстает Умение Появляется Маргарь Без мантии Крис и Мора Ее не видят Теперь я могу Огрести покой Маргарь Нолгается И исчезает Субтитры создавал DimaTorzok